Слава Богу! Бог дал нам этот прекрасный день и еще возможность собираться вокруг Его Слова и учиться от Него. Знаете, это есть большая привилегия, когда мы имеем эту возможность слушать Божье Слово и от Него получать наставление, созидаться. Я хотел сегодня поговорить о некоторых местах, некоторых вещах Священного Писания, которые прямо касаются каждого из нас и которые относятся прямо к нам. И Иисус Христос говорил это Слово именно к нам. Одно место я хочу напомнить, это Луки, 14 глава, два последних стиха. Здесь говорится, «Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит». Трое подобное место, это написано Матфея, 5 глава, 13 стих. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем исправить ее? Чем сделать ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Иисус Христос говорил о соли, да? И какое же отношение вот эта соль имеет каждому из нас к нашей жизни? И как мы можем иметь вот эту силу, которая имеет соль? И здесь говорится, что соль имеет силу тогда, когда она соленая, да? Когда она соленая, она имеет силу. Силу. Соль, она имеет такие качества, что в этой среде соли не может жить никакая бактерия, никакие вот эти портящие вещества. Оно не может просто там существовать. Но если мы возьмем и вникнем в состав соли, что же такое, да? химический состав соли, кто хорошо учился и знает ее, да? Это состав соли, это натрий и хлор, да? Это два компонента, натрий и хлор. При соединении они образуют соль. Они образуют соль. но в своей природе хлор, который составляет соль, да? Он является очень вредным газом, ядовитым. Хлор, он очень, очень такой вредный газ, который используют даже для вот этого оружия, да? Которое обвиняли там некоторые страны, да, что использовали этот хлор, этот газ, это очень ядовитый газ, который пагубно влияет на организм человека. Но оказывается, что при правильном соединении, при правильном соединении с правильным компонентом, он составляет очень полезное вещество, без которого невозможно. И мы его все используем. Знаете, есть написано такое слово, что соединяющийся с Господом, один дух с ним, да? Соединяющийся с Господом, он является одним духом с Богом. И мы люди, как сами по природе, мы негодные люди, мы не способны ни на что хорошее, но когда мы соединяемся с Господом, мы можем становиться этим прекрасным веществом, которое способствует, как соль, охраняет от всякого разложения. И здесь Матвея, то есть в Луке написано, что соль добрая вещь, но если соль теряет силу, чем исправить ее. И здесь интересное слово ни в землю, ни в навоз. Ни в землю, ни в навоз. Оказывается, соль можно употреблять и в землю, да, как удобрение. Есть такая соль, которая очень хорошая удобрение, это калиная соль. Калиная соль, которую употребляют для удобрения, ее добывают с земли, ее обогащают и используют как удобрение в землю. И когда они ее используют, эту соль очень много, она делает пользы для того, чтобы росло, чтобы урожай был. И второе, что соль используют, это написано не в навоз не годится, навоз это место, где вот это разложение идет, где происходит разложение, где разлагается и соль употребляют туда, чтобы оно сохраняло, предохраняло от всякого разложения. Знаете, говорят, что в Европе и в других местах очень сильно умножается от мусульманская вера, мусульманская религия, люди, ислам, она сильно распространяется и исследователи говорят, что оно постоянно увеличивается число, особенно в Европе, число мусульманских последователей. И сделали такое заключение, что это не потому, что ислам очень сильная религия, она очень сильная, а оно способствует и говорит о том, что христианство в этих местах очень слабое. Оно очень слабое, оно не является вот этим солью, этим предохранением и удобрением тем, чтобы доброе возрастало. И поэтому там прогрессирует вот это исламское радикальное такое направление. И знаете, Иисус Христос говорит, здесь говорится о том, что соль добрая весть, а у Матфея говорится, что вы соль земли. Вы должны быть солью земли. Каждый из нас, я и вы, мы предназначены для того, чтобы быть солью. И если в нашей жизни, там, где мы находимся, мы видим, что мы работаем как соль, это слава Богу, значит, мы имеем эту силу. Но если при нашем присутствии ничего не происходит, если при нашем присутствии мы видим, что это разложение, оно еще больше, оно не обращает внимания даже на наше присутствие, значит, наша сила, она очень слабая. Знаете, соль теряет силу, когда у нее очень много всяких примесей. И есть, когда ее добывает соль, ее есть такое понятие обогащают, обогатительные заводы обогащают. Обогащение это происходит путем отделения всяких примесей. Когда все примеси отделяются, тогда это вещество, оно стает сильным, оно имеет силу в себе. Когда удаляются всякие другие примеси, так само в жизни христианина, когда мы отделяем от себя, когда отделяются вот эти все ненужные примеси в жизни христианина, он стает сильный, он стает сильный, он может возле себя создавать эти условия, что будет расти доброе, будет иметь эту силу, и вокруг него не сможет происходить разложение. Когда мы находимся на работе или в других местах, я это переживал, люди заходят, люди ругаются, люди там занимаются, анекдоты рассказывают все, приходит человек христианин, они умолкают. Я думаю, что кто-то из вас переживал такие моменты, да? Когда приходит христианин в среду, даже неверующий, там, где ругаются, и они знают, что ты христианин, и там они умолкают, и даже извиняются, сори, я не видел тебя, извиняются. Это говорит о том, что соль, она есть в нашей жизни. Но когда мы приходим в общество, и даже люди не обращают внимания, и мы сами даже поддаемся на это, на эти обстоятельства, значит, в нашей жизни соль, она не имеет силы. И поэтому очень важно в жизни нашей проверить, что сегодня с нами, насколько мы сегодня сильны, насколько мы сегодня имеем эту силу, которая должна иметь соль, которая должна иметь соль в нашей жизни, насколько мы влияем на окружающую нас среду, на окружающую нас среду, насколько мы в нашей жизни способны осолять? Насколько мы способны удобрять, чтобы вокруг нас больше было доброго, росло хорошего? Это очень важно в жизни каждого христианина. Написано, если соль теряет силу, если она теряет силу, она уже ни к чему не годна. Она ни к чему не годна. Ее выбрасывают. Ее выбрасывают. Поэтому доблосвит Бог, чтобы нам, конечно, в нашей жизни иметь эту силу, иметь эту силу, чтобы мы могли воздействовать на других. И я хотел бы еще напомнить нам одно место Священного Писания, очень известное. Это Иоанна Иоанна, 3 глава. 3 глава. Это мы знаем об этом месте. Это беседа Иисуса Христа. с одним из известных начальников фарисейских. Он был начальником фарисеев. Это Никодим был. И вот Иисус Христос, когда встретился с ним, он пришел к нему ночью и стал с ним беседовать. И Иисус сказал ему, со второго стиха начну читать, он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Это начальник фарисеев говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, каких ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Это был такой открытый, откровенный разговор этого человека, который представлял определенное положение в обществе с Иисусом Христом. И он говорит, «Мы знаем, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Они увидели в Нем эту силу. Они увидели в Иисусе Христе эту силу соли. Они ее увидели. И они говорят, «Мы знаем это». Иисус сказал ему в ответ, «Истину, истину говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божьего». Иисус Христос здесь открывает ему очень глубокую истину, которую он не может понять, не в состоянии ее уразуметь. Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истину, истину говорю тебе». И если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Это есть абсолютные условия для того, чтобы человек мог войти в Царство Божие. Он должен родиться свыше. Он должен... произойти полная радикальная перемена. Рождение свыше. Рожден ее от плоти есть плоть, а рожден ее от духа есть дух. Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Как это может быть? Иисус отвечал, сказал ему, «Ты, учитель Израиля, в этой линии знаешь? Истину, истину говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы, свидетельства нашего, не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, кроме сшедшего с небес, Сына человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Здесь Иисус Христос открывает Ему план спасения человека, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Интересно, Иисус пришел, написано взыскать и спасти погибшего, но в этом месте написано, что Бог возил мир, чтобы спасти кого? Верующего. Чтобы спасти верующих, чтобы спасти вас, меня и вас, верующих, не неверующих, но верующих, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Слава нашему Богу, братья и сестры, Иисус Христос нужен для каждого из нас, верующего, чтобы мы имели спасение через Него. В другом месте в 7 главе или 8 Иоанна написано, Иисус Христос обратился к уверовавшим Его иудеям и сказал, что вы должны познать истину и истина сделает вас свободными. Он обратился к верующим, людям, которые уверовали, и говорят, вы должны познать истину, и истина вас сделает свободными. Сегодня я хотел бы говорить также немного об этом, что сегодня так необходимо каждому человеку пройти вот это рождение, перерождение свыше, рождение свыше. Апостол Павел в послании к римлянам говорит именно об этом положении, что человек сам он не способен доброму, он не способен, он не способен быть солью, он сам собой не может быть этим. И апостол Павел в послании к римлянам говорит 7 глава с 18 стечка «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, не живет в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он того не нахожу, доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, пролежит мне злое, ибо во внутреннем человеку, внутреннему человеку, нахожу удовольствие в законе Божьем, то есть в духе своем, я нахожу удовольствие в этом, но в членах моих вижу иной закон, противободствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. И дальше он говорит, «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» И в 25 стихе он говорит, «Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господу моим». «Благодарю Бога Иисусом моим Господом». Здесь апостол Павел говорит и константирует факт, что человек невозрожденный, тот, в котором не произошло возрождение, он, если даже сильно хотел бы, он не может быть добрым, он не может быть солью, он не может быть этим, который оселяет, он, скорее всего, может быть даже похож на этот хлор, о котором мы говорили, который является вот этим носителем смерти, говорит, «Но благодарение Господу, Господу, благодарю Иисуса Христа, что я через Него могу быть этой солью». Слава нашему Господу! И, знаете, мы видим даже первая глава послания к римлянам, апостол Павел говорит, что люди, которые находятся без Христа, которые не произошли возрождения, они не могут быть добрыми. И здесь написано 1 глава 28 стишок, «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримирительны, немилостивы. Это люди невозрожденные, это плотская природа, это то, что является в человеке без Иисуса Христа, без Бога. Они знают праведный суд Божий, но делающие что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. это люди, которые невозрожденные, которые имеют в своей жизни вот эти плотские качества, они просто не могут быть добрыми, они не могут сами быть добрыми. Поэтому Иисус Христос говорит, что надо на тебе родиться свыше. Каждый человек, приходящий к Господу, он должен пройти рождение свыше. И я думаю, что все из вас прошли этот момент, прошли это рождение, но мы должны себя проверять, мы себя должны контролировать, себя должны испытывать, насколько действительно в нашей жизни прошла эта перемена, насколько мы являемся этой солью, насколько мы действительно являемся новым творением. Это очень важно в жизни каждого человека иметь это новое рождение. И это новое рождение, оно необходимо. Оно необходимо. Первое Коринфянам, то есть второе Коринфянам, пятая глава, 17 сих говорит, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. И очень важно в жизни каждого христианина, для того, чтобы иметь жизнь вечную. Иисус Христос конкретно говорил Никодиму, для того, чтобы быть в Божьем Царстве, ты должен родиться свыше. Ты должен пройти это рождение свыше. И я думаю, что каждый из нас понимает и знает эти степс, эти шаги, которые приводят нас к рождению свыше, которые производят в нас рождение свыше. И Бог, Он заинтересован, Он хочет, чтобы каждый приходящий к Нему человек, Он родился свыше. Чтобы Он родился свыше. И мы видим это в Священном Писании, написанном в Откровении, и Дух и Невеста говорят, приди, и слышащий да скажет, приди. Это в последней главе Откровение Иоанна. Когда для того, чтобы произошло это рождение свыше, человек должен покаяться. Это самый первый шаг рождения свыше этого покаяния. Когда апостол Петр проповедовал после Пятидесятницы, и люди слушали его, и когда это слово коснулось их, что они обратились к Петру и сказали, мужи, братья, что нам делать? Что нам делать? Да. Апостол Петр говорит, да, вы согрешили, вы распяли, вы это сделали, но это вы сделали по неведению. И они спрашивают, что нам делать? Апостол Петр говорит, это деяние апостолов, вторая глава, говорит, покайтесь, это есть путь к рождению свыше. И он говорит, 38-й стишок, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. И получите дар Святого Духа. И дальше в 3-й главе также, когда апостол проповедовал. И он говорит такие слова, 3-я глава, 19-й стих, и так покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет он предназначенного вам Иисуса Христа. Слава Богу! Братья и сестры, рождение свыше, оно всегда сопровождалось покаянием. И оно не может пройти без покаяния, без осознания своей греховности, своей потребности в рождении свыше. Каждый человек, который приходит к Богу, он должен покаяться, он должен пройти освобождение и рождение от Слова Божьего. Когда человек рождается свыше, его разум наполняется Словом Божьим, он должен пребывать в Иисусе Христе. 15 глава Иоанна написано, что если пребудете во мне, и слова мои вас пребудут, слово мое вас пребудет, то вы, мои ученики, вы много можете принести плода. Это очень важное при рождении свыше пребывать в Иисусе Христе. Братья и сестры, рождение свыше, человек рожденный свыше, он должен иметь эти плоды, плоды рождения свыше. Эти плоды, они должны пребывать постоянно в человеке. Человек, рожденный свыше, он только рожденный свыше, человек может иметь эти плоды нового человека, нового творения, эти качества нового творения. Человек, который рождённый свыше, он может прощать. Он может прощать врагов. Христос говорит, молитесь за обижающих. Этот человек, который рождённый свыше, он может молиться за обижающих. Он может прощать тех, которые обижают его. Рождённый свыше человек, он не боится исповедовать имя Иисуса Христа. Он не будет бояться возвещать, проповедовать. Написано, когда апостолы исполнились Духа Святого, они очень смело стали проповедовать Слово Божие. Перед этим Пётр за несколько дней отрёкся от Иисуса Христа. Но когда пришла эта сила Духа Святого, которая их поменяла, изменила, он смело проповедовал Слово Божие. Это произошло возрождение. Это произошло новое рождение. Слава нашему Господу, братья и сёстры. Поэтому, когда мы смотрим на свою жизнь, мы можем проверить себя, насколько вот это рождение в нас произошло, и насколько рост, возраст этого нового человека в нас происходит, насколько мы возрастаем и укрепляемся в этом новом человеке. Когда человек, рождённый свыше, он живёт уже не для себя, а для Бога. Он живёт не для себя. Рождённый по плоти, он живёт по-плоцки. Он заботится о себе. Он заботится об устройстве, о благоустройстве себя, о пользе себе. Но рождённый от Бога, человек, рождённый свыше, он заботится о Божьем. Он живёт уже не для себя, а для Иисуса Христа. Он исполняет Божьи заповеди. Эти Божьи заповеди, написано, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Соблюдите. Эти заповеди Божьи, которые Иисус Христос оставил, они для рождённого человека – это его жизнь. Это его жизнь. Он может туда любить ближнего. Написано, «Потому узнают, что вы Мои ученики, потому узнают, что вы рождённые свыше, когда будете иметь любовь между собою, когда эта любовь, она движет наши сердца, когда все наши желания, наши мысли, наши разговоры, вся наша жизнь, она наполнена Божьей любовью, и мы можем её видеть в нашей жизни, в наших братьях, в наших сёстрах. Это очень важно в жизни каждого из нас. Когда человек рождённый свыше, грех уже над ним не имеет власти. Человек уже не грешит. Он уже не может грешить. Апостол Иоанн пишет в своём послании, что рождённый от Бога не грешит. Это уже новая природа. Он не грешит. Да, мы много согрешаем, потому что мы в плоти. Мы можем согрешать Слово, мы можем согрешать, но грех, он не может жить в нас как образ жизни. Рождённый от Бога, он не грешит. То есть, если раньше мы, человек, не рождённый от Бога, он мог заниматься каким-то грехом, ему этот грех был приятен, но когда человек рождается от Бога, он не может грешить. Этот грех, он уже ему неприятен. Он уже не живёт этим грехом. Если раньше он занимался какими-то, может быть, этими пороками, они были в его жизни, когда человек рождается свыше, он уже не грешит. Написано, он не может грешить. Почему? Потому что семя его, Божие, пребывает в нём, и он не может грешить. Поэтому, да благословит Бог каждого из нас, чтобы нам сегодня проверять себя, проверять свои сердца, чтобы нам пребывать в Иисусе Христе, чтобы жизнь Иисуса Христа, она проявлялась в нашей жизни, чтобы нам действительно быть этой солью. И если мы видим, что в жизни нашей эти качества, они пребывают, мы являемся солью в нашем правильном положении. Но если мы видим, что у нас нету этой силы, соли, да, может быть, нужно работать над её очищением, над отделением этих примесей, которые мешают солью, соли, быть солью. Если мы смешаем соль, например, с песком, да, или ещё с чем-нибудь, она уже теряет своё свойство, теряет свою силу, мы её не можем использовать. Поэтому да благословит Бог сегодня каждого из нас, братья и сёстры, чтобы нам действительно быть тем, чему мы призваны, чтобы нам быть действительно солью, чтобы нам исполнить Слово Божие, чтобы нам иметь в нашей жизни этот возраст, который необходим для каждого человека, рождённого свыше. Продолжение следует...